Покупай американское, нанимай американцев. Дональд Трамп подписал новый указ, который теперь скажется и на украинцах. Что изменится? Дмитрий Анопченко знает ответ. В Штатах часто шутят. А что в стране производят, кроме долларов? Мол, это фабрика, где их печатают. Одна из немногих на продукции, которой можно ставить надпись Made in USA, сделана в Америке. Это, конечно, преувеличение, но правда и в том, что даже брендовые вещи теперь делают в Китае, Мексике, Вьетнаме, Таиланде так дешевле. Изменить ситуацию еще в ходе предвыборной гонки обещал Дональд Трамп. Вот и подписал сейчас новый указ о поддержке американских товаров и рабочих. Для этого отправился в Висконсин на фабрику инструментов. Политика нашего правительства активно продвигать и использовать вещи, сделанные в Америке. И убедиться, что американских рабочих берут на работу. Америка на первом месте. Вы куда больше этого заслуживаете. Его новый указ не только стимулирует производство внутри страны, но и в очередной раз бьет по иностранцам. Ограничивает выдачу виз. На этот раз рабочих. Президент заявил, что сейчас в Соединенных Штатах рабочие визы выдают по принципу лотереи. Мол, кому повезло, тот и получил. Но теперь, после того, как его указ заработает, их будут выписывать исключительно людям с высокой квалификацией, которые эту квалификацию, к тому же, смогут и подтвердить. И это ударит, в том числе и по украинцам. Каждый год по этой программе выдавалось 85 тысяч рабочих виз. Многие из которых получали украинские программисты. Они тут сейчас очень востребованы. Теперь получить, а главное, продлить визу с правом на работу будет куда сложнее. По официальной статистике, 80% приезжих получали должность, потому что соглашались на меньшие зарплаты. Ведь по нашим меркам и они хороши. Теперь рабочие визы хотят давать лишь высокооплачиваемым сотрудникам, чтобы у американцев должности не забирали. Наша иммиграционная система позволяла заменять американцев рабочими, приехавшими из других стран, чтобы делать то же самое за меньшие деньги. Мы это остановим. Визы будут выдаваться лишь самым квалифицированным и высокооплачиваемым заявителям, которых никогда не используют, чтобы заменить граждан страны. Ну а вторая часть указа. Покупай американское. Может ударить по украинской металлургии. Дело в том, что госкомпаниям настоятельно рекомендовали закупать все исключительно в Соединенных Штатах. А Украина крупный игрок на рынке стали, которая, несмотря на все заградительные пошлины, поставляла ее даже в Соединенные Штаты. Но теперь, теперь политика важнее экономики. Не важно, что сколько стоит. Не важно, какие цены. Покупай американское. Понятно, что в самой стране указ примут благосклонно. Вот только экономические эксперты взволнованы. Прогнозируют и резкое увеличение бюджетных расходов, и подорожание. Ведь то, что делалось в бедных странах Юго-Восточной Азии при возвращении производства в Штаты не будет стоить так же дешево, как и раньше. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.